Всем привет! С вами Ясна. Мы на канале Свечка Симы. Сегодня мы делаем очень волшебную свечу, мою авторскую свечу Солнцеворот. Во-первых, она трехцветная, золотой, красный и белый, условно. А также она в себе содержит две травы, чистотем и бузину. С очень-очень давних времен все народы Северного Памушария отмечают эту точку года, очередной поворот колеса года. И используют это время как одно из самых сильных энергетических для проведения самых различных практик и ритуалов. Это нашло отражение во многих фильмах, если мы берем, скажем так, поп-культуру. Вот совсем недавно посмотрела сериал «Славяне», и вот тема Солнцеворота как раз тот небольшой момент на фоне остальных плюсов фильма, который меня очень возмутил. Вот то, как сценаристы и режиссеры посчитали возможным отобразить это все в фильме, при том, что упор именно на славянскую мифологию и обряды заявлены вот как одна из основных фишек фильма. Но если вам интересно, посмотрите сериал, я рекомендую. Но имейте в виду, да, что вот то, как там это все показано, ну, это, скажем так, слишком примитивно. Про летнее солнцестояние и, как бы, вот эти дни есть огромное количество разной информации. Этот праздник в кельтской традиции называется лейта. Это апогей всего лета, потому что, начиная с этого дня, будет уже постепенно уменьшаться световой день и так до самой каляды, когда наступит самая длинная ночь и самый короткий день. И поэтому солнцестояние, это пик лета, это Ивана Купавна, которая у нас сдвинулась вот из-за разницы календарей на июль месяц. Но правильный астрономический день, это 21 июня. И поэтому все, кто хотят вот поймать эту энергию, эти дни отмечают именно вот с 20 по 24 июня. Кстати, 24 июня еще наступит полномуние. Тоже очень сильная июньская луна, поэтому вот в эти дни у вас есть возможность провести какие-то ритуалы. Чаще всего, конечно, самый главный элемент в празднествах и обрядах на летнее солнцестояние – это огонь и костер. То есть вокруг него все вертится. Знаменитые прыжки через костер. Но я понимаю, что сейчас у многих вообще нет возможности как-то вырваться из той суеты, в которую нас затягивает город. И не у всех есть там частный дом, где можно развести костер. И, конечно, большинство не будет разводить костры в эту ночь с 20 на 21, не будет как-то отмечать. А надо все равно отметить этот переход, если вы хотите жить в ритмах года. И поэтому у нас есть такой вот запасной маленький вариант – это свечи. И вот эта свеча, которую я сегодня покажу вам, как делать, она именно признана для того, чтобы достойно отметить переход. Чтобы использовать вот эту волшебную природную энергию, когда считается, что природа, травы и все остальные элементы природы имеют максимальную силу и могут помогать людям. Так вот, эта свеча – это будет ваш маленький такой персональный костер, который поможет вам избавиться от всего лишнего и загадать желание, которое вы хотите. В этой свече, видите, она необычная трехцветная. Сверху золотой цвет, а средний цвет – красный. Он тут символизирует человека, да, как явный мир. И нижний слой – это обычный натуральный природный воск, можно белым заменить. Тогда будет ярче, но природный воск, он лучше взаимодействует с травами, поэтому я здесь взяла так. И страв, который я использовала в этой свече – чистотен. У меня его совсем немного, потому что уже использовала тоже большую часть свежего, которое засушено. Ну, для наглядности вам понятно, да, и цветы бузины. Чистотен – это одна из очень солнечных трав, да, мужская такая трава, вот, с яркой энергетикой. Мне она как-то очень импонирует, нравится, и это напоминает руну Тейлос. И бузина – одно из самых волшебных растений, да. Кроме того, бузина еще является символом литы. И вот такая вот у нас получается свеча, которая соединяет в себе три мира, можно сказать, да, на три единое. Кроме того, она соединяет мужское и женское. Ну, то есть тут намечтать, на самом деле, можно очень много всего. Ну, вот она мне очень нравится. Я прям так любуюсь ей. Надеюсь, что вам эта идея тоже понравится. Сначала я покажу вам, как делать саму основу. Потому что, ну, возможно, она на первый раз кому-то покажется непростое в изготовлении, да. Это все-таки трехцветную свечу мы еще не делали. Вот, а потом уже будем обваливать ее в травах. Я не буду давать никаких готовых заговоров. Пожалуйста, сами составляйте. Лучше, если это вообще будет идти вот от сердца, да, что бы вы хотели. И если вы искренне будете это произносить, да, и вообще вот отнесетесь к этому всему, скажем так, стрепетам, то такие желания, вот, произнесенные в правильное время, имеют очень большую вероятность сбыться. Я не буду долго рассказывать про меднее солнцестояние, он же солнцоворот. То есть информацию можно найти. Я всегда ориентируюсь вот на то, что подходит мне. То есть самое главное отметить этот день. Если есть возможность это сделать на природе, так, чтобы соединить огонь и воду, ну, землю и воздух, то есть все четыре элемента, да, развести костер где-то у воды, это очень классно. То есть вы запомните эту ночь реально на долгое время. А если нет такой возможности, ну, тогда, значит, вот, выходим из того, что есть. И очень всем рекомендую 21 июня встретить рассвет. Потому что, ну, наверное, единственный день в году, когда это точно стоит сделать, это вот в это время. Это довольно рано. Ну, если вы на море или где-то у воды, вообще супер. Можете обойтись без костра, ну, поприветствуйте солнце. Вот перед нами раскройка свечи пирамидка. Тут ничего сложного, но очень длинная выкройка, она не поместилась на стол полностью. Видите, у меня еще кусочек нижнего слоя лежит отдельно. Нижняя часть, это условно три длинные листа овощины. У меня получилось 122 сантиметра, чуть меньше. Потому что там обрезала кусочки. Потом средний слой красной овощины, да, это два листа, две длинные. То есть, получается, одну половинку мы делаем прямоугольную. Вторая половинка, это треугольник, который плавно сходит на нет. Да, в нижнем слое это два прямоугольника и один треугольник, который плавно сходит на нет. И самый верхний, золотой шар, это один треугольник, один лист овощины, да, одна длина, который тоже плавно сходит на нет. Ничего сложного, сейчас будем крутить. Не могу заснять вам весь процесс скрутки, как обычно, да, потому что не хочу переезжать и в свое обычное место съемки спешу. Но я думаю, что понятно. То есть, начинаем крутить как обычную свечу, просто из трех частей. Да, то, что там немножко неплотно, то в процессе мы подгоняем, оно все уляжется. То есть, просто пока крутим как обычную самую свечу. Я в процессе вижу, да, что вот угол мне немножко не нравится, оно тут получается не такое остро, как хотелось бы, да, я подрезаю. И выравниваем по низу, потому что из-за того, что три части, они могут немножко играть, как бы. Когда мы выравниваем по низу, то тогда верхние слои, да, ложатся так, как нужно, ну, красиво и все ровно, и все правильно получается. Важный переход одного уровня в другой, да, мы добиваемся, чтобы у нас вот одна толщина плавно переходила в другую. Вы в процессе работы спокойно обрезаете лишнее что-то, да, то есть, если вот у вас выкройка изначально такая, вы видите, что не получается, ну, обрезайте, как бы не относитесь к этому сильно серьезно. И главное, тренировки, конечно, обязательно сделать несколько таких свечей, потренироваться, вот, перед тем, как приступать к той самой, вот, главной свече. Ну, так же аккуратно, плавно я накручиваю второй слой, красный. Вот в процессе вижу, что для того, чтобы гармоничная форма получилась, у меня кусочек лишний, где-то 5 сантиметров, я его обрезаю, да, для того, чтобы просто дальше встык вот этот кусочек приложить. Вот такая получилась готовая свеча, мы ее хорошо проминаем, вот так вот немножечко прижимаем, чтобы слои, да, хорошо между собой соединились, чтобы не было никаких зазоров, если у нас там что-то в процессе не получалось. Вот, ну, теперь самое интересное, мы будем украшать и наполнять волшебной силой эту свечу, да, и я выбрала для нее бузину. И чистоте. Вот, свежая бузина этого урожая, засушенная веточка, ну, одной веточки нам вполне хватит. Вот так вот. Разбираем ее на цветы. Обратите внимание, сколько пыльцы, и она просто волшебно пахнет. Можно добавить еще какое-то эфирное масло, но мне вот не хочется перебивать запах бузины. Если будете добавлять, то тогда постарайтесь так подобрать, чтобы оно гармонировало. И обкатываем именно нижний слой в цветочках бузины. Вот так вот их распределяем аккуратно. Бузина – одно из самых волшебных и магических растений, посвященное богине Фреи. И вот именно этим летом я в полной мере осознала, почему так, да, то есть это вроде такой неказистый кустик, но тот божественный, просто невероятный запах, который вот источает эти цветы, это что-то. Особенно сейчас, в этом году бузина просто волшебно цветет. И вот несмотря на дождь, мне удалось собрать именно для своих вот свечей в очень классном месте. В магических работах бузина также используется вот для активизации связи, да, с высшими силами, для связи с нижним миром. И мне кажется, что вот она тут уместна очень. У нас получилась такая свеча в славянских традициях, да, которая как бы еще с собой соединяет миры. И красный – это как раз символ человека, да, золотой – это вот его связь с богами. И низ – это, ну, тут мог бы быть белый воск, но так как у нас натуральный воск, он считается как белый, он универсальный. И кроме того, именно натуральный воск лучше всего взаимодействует с травами. Во-первых, намного проще их туда вкатать, да, вот можете попробовать разницу, когда вы обваливаете в травах цветную овощину любую и натуральную, да, вот эту разницу почувствуете. Вот поэтому я выбрала именно натуральную основу. И она также у нас получилась в свече как бы самая такая весомая, да, это как тот фундамент, потому что на самом деле вот эта вот, ну, не знаю, как сказать, подсознательная часть, вот это вот все в человеке, оно очень важно. И чаще всего мы не осознаем этого, но руководствуемся именно принятием решений вот всем тем, что скрыто от нас, да. И в такой большой праздник, как вот солнцестояние, очень важно нам гармонизировать, да, вот все наши части. То есть эта свеча, она на самом деле очень многофункциональная, вы можете заложить в нее любые смыслы, но вот она триедина. Мне очень хотелось использовать в ней такое женское растение, как бузина волшебная. То есть для меня вообще бузина – это как воплощение женщины, потому что она, ну, возможно, на первое, знать, не такая вот, да, очаровательная, как роза, но вот этот волшебный запах, вот эти свойства, ягоды и цветы, которые исцеляют на самом деле. И ядовитые ветки, то есть об этом нужно помнить, да, что если ты не знаешь, как обращаться с женщиной, если ты не знаешь, как использовать бузину, то ты можешь пострадать. Будешь виноват сам. Еще раз прокатаем. Чтобы собрать всю-всю пыльцу, все лепесточки, чтобы ничего не пропало. Волшебную свечу. И, конечно же, за этой работой мы обращаемся к бузине. Ну, я обращалась к ней, когда собирала, скажем так, сырье на своей свечи. Вот, ну, еще раз обращаемся, просим, чтобы ее волшебная магическая сила помогала в реализации нашего самого сокровенного желания. И теперь украшаем чистотелом наш средний красный слой. У меня совсем немного чистотела осталось, потому что уже я всю свою заготовочку использовала. Я просто даже некогда было на этой неделе выбежать туда, где вот растет чистотел, который мне подходит, чтобы заготовить еще. Ну, я решила, что для того, чтобы показать вам принцип, в принципе, достаточно на себе свечу я еще успею сделать и сготовить. Чистотел это солнечное растение, мужское растение. Да, очень такое справедливое, если можно так сказать. И когда будет свеча прогорать, то вот смотрите, как оно будет. Сначала будет сгорать золотистая часть, да, это как бы настройка на более высокие вибрации. Потом будет прогорать красная часть чистотел. Это страсти, вместе с тем это вот очищение, да, это как огонь костра волшебного купальского. И дальше будет у нас прогорать основа с бузиной. Это уже такой самый глубокий уровень, на котором, вот пройдя два предыдущих уровня, мы уже получаем возможности в полной мере манифестировать наши намерения, да. То есть, когда мы уже начинаем прям магичить. Ну, и мне кажется, это, конечно, больше такая женская свеча. Ну, то, что, ну, и бузины тут в основе много. Можно и внутрь вкатывать траву, вот когда вы изготавливаете основу. Это по желанию. Я даю идею, и для того, чтобы вот совсем она была такой нарядной, мы украшаем вверх золотистый кандурином. Ну, это добавка, которая у нас, в принципе, не несет никакой магической функции, она нанесет эстетическую для того, чтобы вот прям было красиво. Напомню, это пищевой кандурин. Я очень люблю оттенять им свечи из контрастной цветной овощины. Его можно есть, поэтому свеча у вас остается абсолютно натуральной. Ну, и вот, смотрите, что получилось. Это свеча на солнцевородах. Она мне очень напоминает купальский костюр. Не использованы те ингредиенты, которые легче всего найти в наших широтах. То, что есть, ну, если не в каждом селе, да, точно растет и чистотен, и бузина, и в каждом парке практически во всех городах. Поэтому вот мне этим и нравится, когда мы используем, да, какие-то местные ингредиенты, они там, скажем, какую-нибудь кровь дракона. Так, я надеюсь, что все было видно, все понятно. Потому что, как обычно, снимаю в таких вот напряженных условиях, да, чтобы все успеть. Вот, нету возможности выставить правильно свет, штатив, вот эта вся настройка, она на самом деле занимает намного больше времени, да, чем вот даже подготовка там материалов, идеи, всего остального. Но пока у меня нет команды, есть только я, поэтому вот так вот. Я надеюсь, что вам все было понятно, что вам понравилась эта идея. Я желаю вам самого волшебного солнцестояния, чтобы была возможность проманифестировать свои желания, намерения, прочувствовать их, чтобы все сбылось. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал Свечка Симы. С вами была Ясна. Пока-пока. Солнцеворот или летнее солнцестояние – это самый пик года. И он противоположен Йоню или Канеде, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Интересно, что у меня сегодня получилось показать это буквально, да. Вот моя свеча Солнцеворот на фоне снега самого настоящего. И такие очень классные кадры, ну, хотя на скорую руку. Скажу по секрету, я просто размораживала старый холодильник.